всем огромный привет добро пожаловать на мой канал начинаю новый влог у нас девочки идет снег и всю следующую неделю у нас обещают что будет идти снег на улице плюс 1 идет мокрый снег все тает у нас просто невозможно нигде проехать реально надо покупать резиновые сапоги это просто какой-то кошмар постоянно ездит техника пытается все это убрать собрать это все тут же падает и в общем сплошные лужи это какой-то кошмар а еще у нас глыба 1 упала с крыши и сломала навес и я вообще схожу тоже вам покажу и вот девочки наш навес у нас там газ проходит он там газовая труба до проходит газ там щечек и там выход с котельным получается у котельной должен быть отдельный выход амидет смотрите это с крыши упала вот такая глыба вон она внизу лежит муж ее скидывал и еще сейчас навалила сюда что глыба с такой силой видно летела что видите проломала хотя доски там у мужа они не как-то сказать ну не тоненькие да там балки у него вот сколько мы живем всегда ну падала с крышу муж потом оттуда скидывал и все первый раз вот так вот джузька моя бегает и у нас все продолжает все метет и метет и метет и метет ветер снежок все все просто чистим все равно все в снегу просто кошмар и потом все это пишет что плюс один сейчас но я думаю что наверное наверное больше тут посыпка специальная чтобы скользко не было дать жучка думаю хорошим бегать тут уже в снегу ну вот это конечно да чем муж будет потом чинить эти такие прямо глыбы тут слетели вообще кошмар просто зашла домой холодно ветер такой противный у нас очень многих кстати здесь поселки у кого навес сломался от снега у кого забор вот то есть очень много людей у которых вот что-то произошло до зима это конечно нас волшебная снега очень много у нас не бывает обычно столько снега кошмар в городе тоже не пойми что творится все это техника снегоуборочная пытается убрать эти камазы вечно стоят и не проехать ничего в общем какой то нас кошмар куча пробок в общем вот такая вот у нас история в питере и кстати пару слов по поводу закупки продуктов из ленты и метра просили показать как я это все храню вот у меня холодильник и у меня вот такая большая в нем морозильная камера холодильник у меня двустворчатый здесь вот у меня давайте сразу покажу до свое содержимое здесь у меня на супчик все вот я откладываю косточки мясо это копченые косточки немножко я в филе бедра отложила на суп у меня что-то меня говяжья косточку там говяжья косточка и вот я вот так вот распределяю то есть я порционно филе бедра и порционно порезала вчера свинину потом еще что-нибудь докуплю потому что они из мяса пока у меня еще это все вот а вот это у меня этот как вон папироне вот так вот я заморозила в пакетик сейчас я тоже это дело все уберу вот и буду потом просто доставать сыр я еще не натерла я пока сыра ставила вот и потом буду доставать и добавлять солянку тоже можно порезать да вот супер вот такой вот у меня здесь у меня от масла кстати тоже как я храню здесь у меня это маргарин что я в доме не использую а вот масло вот так вот я храню половинка в пакетик и у меня вот здесь вот лежит здесь всякая ерунда вот это у меня мята кстати который я замораживала тоже посоветую одной из моих зрительниц летом в листике просто заморозила у меня было два пакета вот таких вот эти пакеты девочки на вальберис и на зоне есть вот с такой штучкой очень удобные я помочь экспрессе как-то покупала так все морозилками нравится уже вот мята вообще как будто свежесорванная здесь у меня замороженные помидорки перец остатки там чтобы там это а вот здесь вот у меня здесь у меня всякая ерунда здесь вот у меня тесто вот это я его пока не использовала начал портиться у меня вот этот вот ролл я его сюда положила здесь вот такой штучки у меня сухарики из ленты тут хлеб он испортился я не знаю пока сюда сунула здесь у меня наггетсы пельмешки и вареники на запас а вот это вот у меня отдел для моих собак тут у меня кости сейчас и куриные желудки у меня здесь есть желудки индейки и там кости внизу я покупала им тоже отложила и тензи это у меня собачий отдел я им откладываю здесь еще у меня говядинка маленькие кусочки это кота вот так что у меня все помещается еще у меня есть морозильная камера девочки у меня все вообще помещается еще если так не ругайся морозилка уложить все вот так вот она правда у меня под слиплась немножко сейчас вот филе я еще докуплю говядину рыбу и все у меня отлично меню да супер и вот это вот тоже классная тема девочки то есть можно купить большую упаковку не только папироне вообще каких-то колбасок и нарезать сразу на тут же солянку например да или на ту же пиццу заморозить потому что больших упаковках больших объемах дешевле вот я теперь буду все время так делать вот и отдельно сыр можно все достали и сделали все супер так что с морозилка у меня все хорошо девочки вот так вот она у меня выглядит вот все отлично у меня даже еще есть место обычно у меня вот здесь вот рыба или что-то вот такое лежит здесь мясо здесь на суп вот ну она ругается на холодильник вот так что вот так вот так что все помещается все хорошо не переживайте мне просто кто-то писал что ну как я все умещаю морозилку вот такой у меня двухстворчатый холодильник давайте отойду покажу вот такой двухстворчатый холодильник у меня вот вот марка samsung вот такой вот у меня это у меня кстати наклейки надо будет их в общем я пытаюсь чистить это зим наклейки которые были на зиму ну такие зимние всякие фикс прайсе покупала вот так вот они отодрались плохо буду потихонечку счищать вот так что вот такой вот у меня холодильник и я еще забыла показать я тут заезжал фикс прайс заскакивала вот и в общем купила тут самом деле есть ехала за одним но того что хотела купить там не было очень много еще лежит для дня святого валентина 23 февраля ну такого мало того что мне нужно было я там смогла найти вообще у нас фикс прайс такой у нас ассортимент не очень большой поэтому да вот но не важно значит купила вот такие салфетки домой но это я уже до кучи чек тут очень мелко написано я вам назову цену салфетки стоили 79 рублей за вот эту упаковку дальше вот такие еще влажные взяла попробовать мне кто писал что салфетки влажные фикс прайсе очень очень хорошие значит эти влажные салфетки стоили 99 рублей вот но в принципе в ленте нет ленте бывает по акции там 120 штук мне кажется подешевле в ленте и честно не помню цену в ленте но в общем до 23 февраля буду ну всякие вкусности готовить мужчину как вкусности я буду готовить пиццу салат оливье они меня попросили и пока больше ничего не придумали поэтому вот накроем красиво стол поэтому купила вот такие и вот такие салфетки салфетки эти стоили по 59 рублей за упаковку ну такие праздничные еще такие такие но в общем да салфеточки значит зубную пасту сплат она действительно сейчас дешевле в фикс прайсе нежели в ленте и стоила она 99 рублей в ленте сейчас по моему 120 или что-то в этом духе вот так что фикс прайсе дешевле этот сплата очень нравится моим детям также я купила это вот сын у меня очень любят я хотела ему много купить но в школу взять да сын и муж старше мы с младшим сыном вообще не понимаем вот вот это не понимаем вот мужа тоже хотела купить было всего две но соответственно я забрала только две штучки значит и стоил где вот этот напиток по 24 рубля за одну штучку маленькие то есть они тоже дешевле чем в ленте губки вот такие взяла бонхом кстати как-то брала они мне очень понравились действительно долго служит хотя я их достаточно часто меняю и упаковка стоила 47 рублей дальше давно очень смотрела вот на такие влажные полотенца мне кажется очень хорошо видите большой размер я попробую очень хорошо наверное для уборки еще у кого и животные мало ли там кто решил почистить желудок у меня такие есть вот чтобы убрать мне кажется вот прикольно вот этими полотенцами я обычно влажными салфетками пользуюсь в общем попробовать эти полотенца если понравится то буду их брать всегда стоят они тоже 99 рублей правда здесь не знаю сколько штук насколько это выгодно насколько это выгодная покупка что ты не нашла сколько тут штук ну ладно дальше я пошла за себе вот за такими штучками но я как-то покупала там японские мне очень не понравились хотелось себе купить снова но их не было в наличии к сожалению вот ну вот эта упаковка стоила 79 рублей ну да куча я уже всего вот такие она стоила 59 рублей чтобы было у меня да такое это всегда всегда нам нужно еще купила вот такие ну как бы насадки сам роллер у меня вот этот есть и сменные вот эти блоки они стоили 59 рублей и вот такие вот кстати они очень вкусные я забыла в этот раз ленте заказать вот эти корнерсы чипсы вот эти хлебцы хлебцы да вот эти цельнозерновые все-таки это получше чем обычные чипсы хотя тоже до посыпано наверное химией я так думаю вот и они стоили 29 рублей за штучку мне кажется дешевле чем в ленте в ленте по 40 рублей или что такое в общем вот такие вот у меня еще были фикс прайс покупки еще хотела я купить средства такие для сантехники для вот всякого такого почему-то там не было там вообще отдел был пустой только стиральные порошки стояли для уборки там ничего нету в общем как-то странно вот но в общем взяла что взяла на потом еще раз схожу туда вот так что не страшно вот буду периодически почаще буду доходить потому что я обычно почему фикс прайс так редко хожу потому что я закупаю все в ленте и чем не туда дальше ходить правильно ну вот так что вот такие еще покупки из фикс прайса игрище с котом у меня девочки он такой смешной когда играется и конечно я как-то не опрометчиво рукой с ним поиграла так все сцарапано было такой смешной сросток и серьезный серьезный такой котик у меня до лёшка такой ленивый он на самом деле скажу что он прям бегает прыгает у нас самое активное в доме это джуси такой лентяй немножко надоело до доела играть какой серьезным мужчина серьезный как кто серьезный мужчина такой играй у него лапки мягкие такие он не сильно ну царапается кусается но все равно бывает ощутимо очень как цапнет в лапище он какие здоровый да ты зацепился это у меня чехол специальный кто там зацепился поймал поймал меня да джуси как так как так мамочка только со мной может играть отстань от него только с тобой мама может играть вот с этим мальчишкой вот эти мальчишкой поймал поймал от меня поэтому чехол на этом кресле ну не кресле диване потому что вот кто-то тут хулиганичит но я тоже конечно хороша да благо вот они у меня только обои не дерут нет мальчишек в комнате мальчишек они подрали обои в одном месте там место такое знаете там грех не подрать так ну кусики всякие арки которые муж мой надел деревянный папа который сделал да тоже там когти точатся и так больше вроде не хулиганчат точилки всякие ям как-то знаете приносила кусок там пилили дерево яблоню и прямо ствол приносила им чур на кого и ствол нужен когда есть мебель вот у меня вот этот как раз кресло видите вот там как раз здесь кабинете подрана вот эта часть это у нас кошка старенькая наш ночь с кошку уже ничего не сделаешь что и там сколько и уже 16 на 16 лет на уже кошки снежи ну и даже ругать без толку уже она кажется такая немножко ну что ли там что такая глуховатая такая вообще в своем мире живущая я вот так сказала вот поэтому я уже бесполезно я даже не ругаю уже а вот эти вот они то вот они бандиты да лёшка такие лапища огромные у него мамина кисточка вкусная да так вот всегда сяну там что-нибудь поделать порисовать там еще что-нибудь видео вам поредактировать тут же ко мне все придут я вот так вот отвлекаюсь да мама занимается вот этими всеми пушистиками хвостатиками своими да красавчик у нас его кстати все время называю его зовут полный имя ли афан а я его называю красавчик все время я не знаю почему но он действительно он лежит все время знаете такой благородный код он стал отзываться на красавчика для во всем мама его ли афан зовут мама его красавчиком называет да красавчик хорошенький у нас котик до хорошенький падает хорошенький джуси тоже конечно хорошая джуси самого лучшего мамочки то не все время есть такая история она вот так вот под ноги ко мне прячется и глажу и особенно если что-нибудь испугается знаете так вот все время за меня за коленки прячется дурилка моя да дурилка дурилка мамина дочина все еще что-то и кто-то ругает или что-то случилось у ко мне вот так прячется ну а ты что-то хулигантишь а хулиганье моя так вот я и живу девочки то на кухне то здесь вот они со мной работают работяги такие у меня до работе они такие такие рубачаги так что мне не скучно совсем даже да все начинается вечерние игрища а ужина у нас сегодня можно сказать за моим мужем решили все-таки пожарить мы шашлыки вот и свинины которые заказали магазине метра кстати мне очень понравилось мясо свежая хорошая ничего в нем такого плохого я не нашла но и так как вы видели я распределила там несколько кусочков остальное мы отправили на шашлычки вечерком как раз у нас уже скоро белая ночь и поэтому время 6 часов достаточно светло так что вот такой у нас сегодня будет ужин я конечно же еще отварил картошечку ко всему этому делу и варила еще сегодня компот из сухофруктов здесь у меня груши яблоки ну такой микс вот как раз на ужин тоже нам останется как раз готов шашлыча вы сделала еще салатик помидорчики огурчики немножко майонез кстати да помидоры огурцы безвкусные надо будет правильно вы сказали покупать черри еще муж пожарил сосиски не знаю что то ему захотелось и шашлык шашлык у нас эти дома едят все вот что да и мы не так часто готовим сами для себя обычно когда приезжают только гости а так не знаю вот первый год когда приехали за город мы обязательно но достаточно часто готовили там барбекю или шашлык зимой а сейчас уже как-то не так часто я бы сказала вот вечером решили посмотреть последний богатырь третью часть мы смотрели с детьми первую и вторую часть и вот третья часть очень кстати моим мальчишкам нравится этот фильм вот джусенька моя здесь все остальные куда-то разбрелись повредничали что я мне дала шашлык на свинину я в принципе животным не особо даю потому что говорят что они от нее жиреют так как они у меня и так не худенькие вообще ветеринары против того чтобы давать свинину в принципе поэтому если уж я и даю то совсем маленький кусочек очень кстати фильм очень классный советую посмотреть нам очень нравится такой прикольный такой фильм не знаю нам очень очень нравится вот так что вот так вот проводим вечер выходного дня вот и на сегодня я уже буду с вами прощаться я надеюсь что вам понравилось такое видео было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан всех люблю целую до новых встреч